С удовольствием сделала круг. Мы собирались с Юлей встретиться в 3, сейчас только 2, но она мне позвонила и говорит, что она уже приехала на Невске, поэтому я говорю, сейчас я доедем, буквально минут, наверное, 10 до Екатерининского садика, и еще одна хорошая встреча нас ожидает. Садик и арка Генерального штата, там Польцова площадь. Компания Генерального штата, там, где-то в Киеве, где-то в Киеве, где-то в Киеве, где-то в Киеве. Каеве, где-то в Киеве. Не stabilization. Речь будет höher bailать. Компанияхе номер два, два номер один. Этот водо Give me the same. Две остановочки очень-очень близко. Одна украинка стильная, вот здесь посадка. Стоят около, да? Вчера минут пять стояли. Здесь вообще не десять. Ну, тут буквально там, где для осеты. Юлечка, привет! Привет, моя хорошая. Какая ты, не байкерская у тебя сегодня внешность. Изящная. Я уже даже думала, что ты в комбинезоне придешь байкерском. Не, ну, он тяжелый, завтра защита. Он очень тяжелый, в нем очень жарко. Это такая вынужденная необходимость. Все обязаны байкеры быть в таких комбинезонах кожаных? Нет, это же личное желание. Да? В чем угодно? Да, конечно, можно вообще, только шлем обязателен. Правилами дорожного движения. Но это безопасность. У меня подружка много лет назад, еще, наверное, лет 20 назад, она рассказывала, что у нее муж байкер, и все, она искала ему кожаные штаны. Я же секонд возила из Финляндии. И она говорит, что они и тогда делали такие вот, как это, пробежки или демонстрации, когда большая колонна идет, идет. Но вот я прочитала, что вот сейчас это с 2011 года в Питере. Или раньше тоже было? Харли Дэвидсон, да. Это их фестиваль именно. Ой, я много могу рассказать про эту тему. Ну, я поэтому накануне, вернее, во время фестиваля, я и спрашиваю, интересуюсь. Я никогда этим не интересовалась, вообще ничего этого не знала до того, как вот с ней познакомилась. Потом, на много лет, я опять этим не интересовалась. Открытие-закрытие мотосезона проводится лет 15 в Санкт-Петербурге. И раньше в Москве были. Но их организуют разные клубы. Вообще, мотосообщество, оно делится на много клубов, множество клубов и фрирайдеров, которые ездят сами по себе. Городские открытия организуют у нас свои клубы. А вот это открытие, это не открытие, это ежегодное мероприятие, которое устраивает клуб Харли Дэвидсон. Это ХОК, Харли Оннерс Групп. Ой! Клуб владельцев мотоциклов Харли Дэвидсон. Это международное мероприятие, оно проводится по всему миру. В Германии, во Франции. И в Петербурге с 2011 года они проводят это мероприятие. Слушай, а сколько стоит Харли Дэвидсон? От миллиона. Рублей? Рублей, да. От. Ну, собственно говоря, вот представлены различные моменты. А у них... Это электроглайды стоят. Кто? Мотоциклы модели электроглайды. Это вот большие модели. А что это значит? Модель. Харли Дэвидсон в основном делают мотоциклы. Сколько у них моделей вообще? Модельный ряд порядка 15, но у них основные, так скажем, направления, наверное, 5. Остальное там различается модификация от определенной комплектации уже внешней. Вот так. Смотри, а вот это БМВ. Так, а здесь они всех друзей приглашают. Мы вот тоже приедем. У нас не Харли Дэвидсон. Это не Харли, да? Нет, это БМВ мотоцикл. Это ГС модель. Это мотоцикл. Вот он эндуро уже получается. По бездорожью на нем хорошо ездить. Он туристический. Вот туристический эндуро. Вот эти два стоят. Мотоциклы БМВ. А вот эти вот, это чопперы. А где? Управление чопперы идут. А что значит чопперы? Они делятся все мотоциклы по классам. Есть спортивные мотоциклы, есть спорт-туристы, есть эндуро, есть чопперы. Чопперы это вот для езды по городу, для такой неспешной от кафе до кафе. Ясно. И для дальних путешествий. А где у них номера и с какой страны он приехал? Можно узнать? Сзади надо пойти. Наверное, наверняка откуда-то у него. А вот Латвия. Да, ага, Латвия. У нас в фестивале Харли Дэвидсон гости в этом году из 36 стран. Ого. Израиль, Германия, США. Сколько вообще гостей? Не знаешь, представлено тут? Я не знаю. Сколько мотоциклов приехало? Ну, в том году было 7 тысяч колонна, сказали примерно. Да что ты! Это вот то, что завтра пойдет от этого, от Дворцовой площади. Когда лучше собираться, когда и куда? В 11 утра Дворцовая площадь. Вот там стоять, да, как фестиваль цветов? Да, Дворцовая площадь, там очень много, там мимо не пройдете. Все знают. Там идет построение. Сначала гости иностранные на Харли, потом клуб Харлей. Харлей-клуб, а потом вот уже фрирайдеры. Это кто просто приезжает в колонию. Тоже можно, тоже можно сзади, да, пристроиться? Да, так вот мы поедем завтра. Вот это Триумф, это тоже не Харли Дэвидсон, это уже другая модель. То есть, в принципе, они всех приглашают. И гостей города, и людей. Ну, мы вообще без мотоцикла сегодня пришли. В общем-то, они всем рады гостям. Ну, изначально фестиваль, он как рекламная акция по продажам, конечно, Харли Дэвидсон. Ого. Они устраивают тест-драйвы здесь. То есть, можно... А где? А где тест-драйв? Ну, в определенная зона. Сейчас дойдем. Вот, так что, походу, буду рассказывать. Давай. Кто-то здесь есть известный? Вообще, есть какие-то легенды в байкерской среде? Какие-то люди-легенды? Вообще, просто легенды. Самые такие знаменитые в России – это клуб «Ночные волки». Про них много говорят. И Залдостанов его хирург называют. Он и с Путиным общается, организует различные мероприятия патриотической направленности. Они раньше делали мероприятия в Санкт-Петербурге тоже, не только в Москве. Встраивают Севастополь, Крым. Вот, они такие достаточно известные. Каждый год они едут в Европу, пытаются на День Победы съездить. Каждый год их упорно туда не пускают. С этим мотопробегом патриотическим. Ну, в общем, их не очень любят, потому что они такие достаточно пафосные. Но известные, вот уже пробились далеко. Вот, а здесь в основном международные гости. Вот, сейчас я покажу организаторов, если мы увидим. Да, даже организаторов. Организаторы здесь, Игорь Щербаков и Александр Путинцев. Я про них читала статью, интересные личности. Они оба меценаты. А сама ты их видела, общалась? Ну, так, мы знакомы. Ну, как, я знаю их, как известных личностей. Не могу сказать, что я к ним, наверное, подойду спокойно. Ну, я могу и показать, кто они. Хотя, вот, с Игорем Щербаковым мы общались по поводу аккредитации делового клуба. А вот. Они изначально создали этот фестиваль. Первые устраивали на свои средства полностью. А сейчас он вышел уже на самоокупаемость. Это первый фестиваль, который очень рейтинговый. Он вошел в пятерку самых главных фестивалей России по количеству привлечений иностранных туристов. И при этом он единственный не из государственного бюджета. Здорово. То есть они изначально все на добровольных началах организовали сами. Вот как раз Кутинцев поехал в Германию. Договорился с немцами, что он будет представлять мотоциклы Харли Дэвидсон в России. Изначально у него был автосалон свой, он был владельцем. И потом он открыл первый мотосалон Харли Дэвидсон в России. Кутинцев. Вот. И этот фестиваль создал, по-моему, он проводится сейчас пятый раз, если я не ошибаюсь. И маршрут в колонны по городу призвали самым красивым среди всех европейских маршрутов. Потому что он шел по Невскому проспекту, по набережным. То есть очень такое зрелищное мероприятие. Весь Невский перекрывали, весь маршрут идет так, что перекрывают полностью Невский проспект. Это вот это завтра увидим, да? Но завтра маршрут пойдет по западному скоростному диаметру. Город в этом году не дал разрешения, чтобы город весь перекрывали. Поэтому это будет ЗСД. Оно уйдет на набережную, вверху не думает по скоростному диаметру. Отлично. А они куда собрались? Да, просто отдыхают, я думаю. Вряд ли они куда-то далеко. Вот. Ну, вы же приехали достаточно давно. Вот. Со второго числа у них программа началась. Или даже с 31-го какие-то выезды. Я читала на сайте, кто приехал. Они ездили в Петергоф на экскурсию, в Пушкин. Ну, сегодня вот третья. Вчера я пришла, только в 12 открыли эту площадь. Ну, такого ничего вот... Ну, только посмотрим, что еще видим. Вот тут вот. Пошли. Главная сцена. Надо обязательно сфотографироваться вот на этом мотоцикле. Тогда сделать фото, выложить. В инстаграм мы можем выиграть мотоцикл Карли Дэвидсона. Да что ты! Давай, пошли быстренько. Давайте прервемся и это сделаем. Да, примерься, чтобы долго времени не тратить. Да, вот так, ага. Хорошо. Ну? Против света, правда? Я, конечно, желаю тебе выиграть. Ты бы... Вписалась. Да, вписалась и по заслугам. Потому что ты на самом деле байкер и фанат. Спасибо. Очень бы не помешало. И ты бы его даже, да, даже не продала. Наверняка бы ты его использовала по назначению. Конечно. Если я выиграю, то я его, конечно, продам. Спасибо. Все? Если мы победим, нас оповестят через социальные сети. Да. Да. Так, Юля, ну. Сзади мы поставим, спасибо. Надо пока оставить, чтобы не мешалось. На Харлеях с такими сумочками розовыми не ездят, наверное. Правда. Так. Ну что, теперь надо выложить с хэштегами на любой социальной сети. И пятого нас оповестят. Да. Что мы выиграли. Четвертого вечера мы оповестят. А пятого приедем забирать наш выигрыш. Покое вместо кого-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА